Здравствуйте, друзья! Завтра отправляюсь на интересное мероприятие. Журнал Elmen проводит церемонию награждения самых стильных мужчин моей страны. Я участвовал в этой номинации. Завтра надеюсь победить. Если нет, то же хорошо. Спасибо всем, кто за меня голосовал. А сегодня я расскажу вам о дресс-кодах, потому что на разные мероприятия организаторы часто устанавливают различные дресс-коды. Я разберу два самых популярных и попытаемся вместе разобраться, что окей, что не окей и как не опростоволосится. Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский был в Японии с визитом на интернизации. Это вхождение в новую должность, можно и так сказать, императора Японии. И там был очень жесткий дресс-код, самый жесткий из всех существующих, который называется white tie, белый галстук. И мы сегодня подробно разберем, и справился ли господин Зеленский с дресс-кодом. Итак, вариант номер один – дресс-код black tie. Black tie – это черный галстук, если переводить дословно. И что же такое black tie? Что от вас хотят организаторы, когда ставят такой дресс-код в приглашении? Следует сказать, что такие мероприятия, в которых дресс-код black tie, они проводятся исключительно вечером. Никто не приглашает людей утром на утренние мероприятия, на свадьбу, на какие-то дни рождения с дресс-кодом black tie днем или утром. Это моветон. Могут спутать с официантом, если вы появитесь днем в смокинге, потому что это только обслуживающий персонал на каких-то пышных мероприятиях могут одевать в смокинге. А гости в смокингах исключительно вечером. Поэтому будьте внимательны, когда вы будете организовывать свое мероприятие или свою свадьбу. Никогда не ставьте дресс-код black tie для утренних мероприятий. Так вот, black tie – это вечернее мероприятие, и от мужчины ожидают, что он придет в смокинге. Смокинги бывают разных цветов, но если написано black tie, смокинг должен быть черным. Чем смокинг отличается от обычного костюма? У него есть несколько отличительных деталей. Самое главное, и вообще то, что дало название этому предмету одежды, это виниловые или шелковые лацканы. Вы можете видеть, что они сделаны из контрастного материала. Смокинг называется так, потому что его одевали английские джентльмены в сигарных клубах и ходили курить сигары. Пепел, который падал в сигар, попадал на пиджак, его легко было отряхнуть, и он не оставлял следов. Потом это перекочевало в разные-разные мероприятия, другие смокинги стали ходить не только в сигарные клубы, а еще и на премьеры, в театр и на какие-то торжественные приемы. Брюки в смокинге отличают наличие лампасов. Это вот такие шелковые или виниловые вставки по бокам, которые пришли к нам из военной формы. Раньше их носили военные, и эта деталь присвоилась к классическому традиционному смокингу. Чем такой смокинг сочетать? Самая правильная рубашка сделана с воротом под бабочку. Сейчас, конечно, многие надевают даже на красную дорожку, надевают классические такие, как у меня, воротники, но это неправильно, ворот должен быть с короткими уголками, он должен быть стоячим, в нем очень удобно располагать бабочку. Бабочка должна быть черного цвета, black tie, черный галстук, и идеально, если она будет самовязан. Бабочки нужно уметь завязывать самому. Я сегодня практикуюсь целый день, еще, честно говоря, идеально у меня не получается. Бабочку нужно завязать. Мы также снимем ролик о том, как правильно вязать бабочку. Она располагается между уголками этой сорочки, и задняя часть, эта узкая часть, она может проходить как сверху ворота, это нормально так, и прятаться под него. Это зависит от конструкции самого воротника этой рубашки. Чаще всего рубашка под бабочку имеет манжеты на запонках. Это еще одна традиционная классическая деталь, которая подчеркивает торжественность этого мероприятия. Такие манжеты, они могут выглядывать немножечко больше, чем в традиционной классической интерпретации. До двух сантиметров это возможно, и тогда гости могут увидеть ваши красивые запонки. Кстати, напишите в комментариях, любите ли вы носить запонки, или это осталось где-то в прошлом веке. Кто из нас еще до сих пор носит? У меня есть одна пара, которую я надеваю нечасто. Как это обстоит у вас, мне интересно. Есть ли такие среди моих подписчиков? По традиции к бабочке обычно надевают кушак или камербант. Это пояс, который закрывает эту часть. Обычный ремень с мокингом не носится. И такой камербант сделан из точно такой же ткани, как ваша бабочка. Традиционно они выполнены в черном цвете. Также в рубашке под бабочку могут быть контрастные пуговицы. Они могут быть черного цвета, это приветствуется, это выглядит очень красиво. Или даже вместо пуговиц могут быть такие специальные вставные клипсы. Обратите внимание на производителей сорочек под бабочку. Сейчас их очень много, и каждый производитель предлагает какие-то свои интересные детали. Также то, что отличает рубашку под бабочку, это манишка. Манишкой называется контрастная деталь на сорочке, которая сделана из другой ткани. Это может быть какая-то фактурная ткань, вот видно на фотографии. Эта деталь называется манишкой. Обувь должна быть лакированной. Это, по-моему, единственное место, где уместна лаковая обувь. Не нужно ее носить в городе и оставьте ее для вечера и для торжественных мероприятий. Не нужны острые носки. Носок должен быть классической формы, не тупой, не острый. Он должен быть элегантным. И обувь должна быть на шнурках. Если мы говорим о дресс-коде Black Tie, требуются черные однотонные носки. Никаких контрастов. Все должно быть сдержано, все должно быть традиционно и по классике. Что касается мобильных телефонов, лучше, конечно, их не брать с собой на такие мероприятия. Просто буквально нет места, где их держать при себе. И я думаю, что это большая роскошь позволить себе провести один вечер без телефона. Хотя иногда можно познакомиться и нужно иметь с собой визитки. Карман для визиток в хороших смокингах имеется. Пару, две, три, пять можно с собой брать на такие мероприятия и знакомиться с людьми. Что касается часов, неуместны громоздкие, большие, толстые часы под смокинг и под рубашку. Для смокинга надеваются тончайшие, простые, лаконичные часы. Это то, что должно быть 100%. Если у вас таких нет, лучше вообще прийти без часов. С завершающей деталью в образе должен послужить белый платок в нагрудном кармане. Это гармонирует с сорочкой. Вот так. Я надеюсь, что у вас в жизни будут мероприятия, в которых можно пойти в смокинге. Потому что мужчина выглядит в смокинге так, как не выглядит ни в одной другой одежде. В мероприятии, на которое я отправлюсь завтра, очень интересный дресс-код. Он называется Art Black Tie. Это значит, что на такое мероприятие нужно прийти в смокинге, но он не обязательно должен быть черным. Тут есть целое поле для экспериментов. Это может быть белый смокинг, это может быть красный смокинг. Я выбрал для себя синий и еще размышляю на тему бабочки, какого цвета она будет. Рубашка может быть традиционной, без ворота под бабочку. И носить ее можно тоже с обычной бабочкой. Галстук не подойдет. Обувь не обязательно лакирована. Это могут быть просто ботинки из черной однотонной кожи, без перфораций, без ничего лишнего. Хорошо начищенные, как и всегда в повседневной жизни. Вся обувь должна быть отполированная, должна блестеть. Если в дресс-коде написано Art или Creative Black Tie, это ваш повод проявить себя и показать свою изобретательность. Вы можете поиграть со стилями, можете поиграть с фактурами, но не выходя за рамки и за границы традиционного смокинга или таксида. Еще один приятный бонус у бабочки самовяза. В конце вечеринки ее можно развязать и повесить на шею, как кинозвезды делают во всех, на всех фотоотчетах можно заметить. И можно снять пиджак, повесить ее на рубашку. Будет выглядеть круто. С обычной бабочкой, которая застегивается на такие застежки, этот трюк у вас не получится. Научитесь завязывать бабочку и купите себе бабочку самовяз. Это правильное решение. А самым строгим и самым протокольным, исключительным считается дресс-код White Tie. Белый галстук. Этот дресс-код не часто встретишь, его можно увидеть только на приемах, которые организовывают монаршие семьи, как было недавно в Японии. Новый император Японии входил на престол и для всех гостей был объявлен дресс-код White Tie. Что это значит? Первое. У вас должен быть фраг. Фраг. Фраг отличается от смокинга тем, что скроен особым образом. У него тоже виниловые лацканы, впереди он немножечко короче, а сзади длинные фалды. К фрагу прилагается белый жилет и белая бабочка. Этот обязательно. Рубашка под запонки с отложенным воротничком под бабочку. И лаковые черные туфли. К черным туфлям обязательны черные носки. Вы можете написать в комментариях, нравится ли вам образ господина Зеленского. Можете написать, нравится ли вам образ его супруги. Как вы считаете, абстрагируясь от ваших политических предпочтений, что наш канал не о политике, справился ли Владимир Александрович с поставленным заданием. Также у меня к вам один вопрос. Как вы считаете, нужно ли иметь мужчине собственный смокинг в гардеробе или допустимо взять его на заказ? Мы уже поднимали эту тему в ролике, как одеться на мероприятие, в чем пойти на мероприятие. Если вам интересно, можете его посмотреть. И напишите комментарии под этим роликом и под вторым. Всем спасибо, увидимся в новых роликах.